Но, однако, этим людям мы найдем оправдание. Если они даже стали частью этой пропаганды, вынуждены, мы найдем им оправдание, так как они реально находятся в принуждении, они находятся в их власти. Поэтому Эрдоган и Турция при Эрдогане, она стала реально очень мощным геополитическим игроком на международной арене. Что спортсмены должны геройствовать и выступать против власти. Ты сам неоднократно говорил, что если бы не тот случай с тобой дома, то ты жил бы, как и жил, тише воды, ниже травы. Все верно, я не говорю, что спортсмены должны геройствовать. Никогда я не говорил подобного. И я никогда вообще не призывал даже как-то высказываться у людей, живущих дома. К этим людям вообще нет никаких претензий. Как ты сказал, я и сам жил дома, и был в их положении, и я их очень хорошо понимаю. Но мой призыв к спортсменам был только лишь к тем, которые не живут дома, которые никак нельзя назвать этих людей принужденными, как-то зависящими от Родины. И когда эти люди, даже их я не призываю геройствовать, но когда они начинают как-то респектовать этой власти, как-то с ней дружить и так далее, в этом случае я говорю, что нет, этого делать вы не можете. Вместо того, чтобы делать это, наоборот, выступайте хотя бы против этого. Но призыв на самом деле к ним заключается не в том, чтобы выступать против них. Можно просто не становиться частью этой системы, просто не иди с ними на контакт, просто не кричи, что Ахмад Сила, не фотографируйся с ними, не поздравляй их с их праздниками, не принимай от них поздравления, не отмечай их в своих публикациях, не популяризируй их. И все. И это, наверное, для кого-то уже это является геройством, но на самом деле это просто элементарное отстранение. Вот здесь нет какой-то критики, здесь нет ничего того, за что они бы начали на тебя охоту, чтобы тебя там убить. В этом нет ничего, ты не сделал, понимаешь? Просто не становись частью этой системы, говорю я этим спортсменам. И это относится только к тем спортсменам, которые никак от них не зависят, не живут дома, живут за пределами, их карьера от них не зависит, никак с ними не связана. Они стали популярны за счет своей реальной, своей физической подготовки, своего таланта. Им они не нужны. Вот просто к таким людям мы им говорим, просто не становитесь частью. Если вы не готовы к тому, чтобы выступить против них, хотя бы не выступайте за них, не становитесь частью этой лживой пропаганды. А так, те, кто живут дома, они тоже, конечно, должны стараться не стать частью этой пропаганды. Как и я тоже жил дома и не был частью этой пропаганды, понимаете? Я находил же возможность не становиться ею. Если у них есть возможность не становиться, они должны ее использовать. Но, однако, этим людям мы найдем оправдание. Если они даже стали частью этой пропаганды, вынуждены, мы найдем им оправдание. Так как они реально находятся в принуждении, они находятся в их власти. Но этого оправдания мы не можем найти людям, которые там не находятся. И которые никак не связаны с тем, чтобы там... Ну, то есть, самое страшное, что их может постичь, это они просто потеряют возможность ездить на родину. Вот таких людей мы не можем оправдать. И поэтому им мы говорим, хотя бы не становитесь частью их пропаганды. Не слышал ли ты высказывания Владимира Милова про Эрдогана? Он сравнивал его с Путиным, называя таким же Решалой в своем регионе, который пытается влезать и в Сирию, и в Карабах. Я не слышал высказывания Владимира Милова, но в целом я согласен с тем, что он Эрдоган не то что пытается. Он уже стал таким геополитическим лидером региона. И даже уже вне региона. Потому что, ну, не знаю, я можно ли назвать Ливию регионом. Для кого-то может, для кого-то нет. Это все-таки Африка северная. Но в целом мы можем считать это регионом, так как когда-то это все входило в одну империю. И все это является мусульманским миром. Поэтому Эрдоган и Турция при Эрдогане, она стала реально очень мощным геополитическим игроком на международной арене. С этим невозможно поспорить. Плохо ли это? Ну, конечно, нет. Это нормально. Это стремление любого государства. Как и Америка сегодня является глобальным игроком во всем мире. Это же факт. Почему она является глобальным игроком? Потому что это мощное государство, которое набрало очень серьезно мускул за долгие десятилетия. Также и Турция при Эрдогане набрала этой мощи мускул. И сейчас Турция является таким полноценным геополитическим игроком. И то, что Турция влияет на страны в регионе, то, что она участвует даже в каких-то боевых действиях, политических процессах в регионе. Это объяснимо и это нормально. За это никто не может критиковать Турцию. По крайней мере, я пока не замечаю за Турцией какой-либо преступной деятельности. Мы видим, что они в интересах своего государства находятся в Сирии. Мы видим, что даже находясь в Сирии, они выступают на стороне добра, то есть против Асада, который является абсолютным злом. И с этим согласен весь цивилизованный мир. Даже те люди, которые недовольны, те страны, которые недовольны активизацией Турции, даже они понимают, что Асад является злом. Я говорю о таких странах, как Америка, как о Европейском Союзе в целом. Поэтому мы не можем сказать, что они выступают на стороне зла, в отличие от России. Россия выступает, всегда выступает на стороне зла. Россия также, как и Турция, является очень серьезным международным игроком. Россия также выступает и в регионе, и вне региона, на чьей-либо стороне, но всегда выступает на стороне зла. В отличие от нее, Турция выступает все-таки на стороне добра. То же самое можем сказать и о ее участии в ливийской теме. В Ливии Турция уступает на стороне легитимной власти, признанной международным сообществом. Никто не может сказать, что это неправильно, это противоречит нормам международного права. Никто ведь не может сказать. И это в интересах Турции, и они это делают. Я в этом плане вижу очень такую грамотную политику сегодняшнего турецкого руководства. Я надеюсь, я очень надеюсь, что они не докатятся до диктатуры. Обычно таким побочным эффектом вот такой вот деятельности бывает диктатура. Я надеюсь, что Турции удастся этого избежать, и она не скатится к этой диктатуре, и Эрдоган не станет там диктатором. Пока то, что делает Турция, мне лично импонирует. Я вижу именно в них такую серьезную страну, лидера мусульманского мира сегодняшнего. Ни одна другая страна не заявляет даже подобных амбиций, чтобы стать лидером мусульманского мира. Они одна. Ни Саудовская Аравия, которая могла бы претендовать на это, ни тем более какие-то другие страны поменьше, они не становятся. Саудовская Аравия, она хочет быть лидером чисто арабского мира, но никак не мусульманского, и не является она лидером мусульманского мира. А Турция, она прям заявляет об этом, имеет эти амбиции, не скрывает этих амбиций, и имеет возможность, то же самое главное. Имеет возможности. В сравнении Карабаха с Ячней было бы уместно, если Чеченская Республика Ичкерия, будучи независимой, отжимала бы территорию компактного проживания чеченцев в Ахметовском районе Грузии. Абсолютно верно. Благодарю тебя за этот комментарий. Ты очень правильно сказал. Вот если бы мы были бы сейчас независимым государством, не оккупированным Россией, а вот мы жили бы как жили, и при этом в Панкистском ущелье чеченцы начали бы вести борьбу с Грузией, за то, чтобы к нам примкнуть, присоединить эту территорию к Чечне. Но они бы завуалировали это под независимость, говоря, что вот они хотят просто независимое Панкистское ущелье. А мы, чеченцы, не признавали бы при этом их независимостью, но всячески им бы помогали. Оружием, там наши, под видом добровольцев, наша армия бы там сражалась, даже не под видом добровольцев. Армия Армении сражается там не под видом добровольцев, а реально как армия Армении. Вот представляете, вот тогда, да, это была бы параллель, но такого не происходило никогда. Никогда Чечня не предъявляла какие-то территориальные претензии к Грузии и никогда не предъявит их. Там чеченцы, проживающие на территории Грузии, являются гражданами Грузии. И мы очень благодарны Грузии за то, что эти чеченцы могут спокойно, свободно проживать на этой территории. И за все, за все то добро, которое было сделано, было оказано нам Грузии, о котором мы не обо всем из этого мы даже можем говорить. Мы за это благодарны, мы этого никогда не забудем. Грузия это наш стратегический партнер, это наш очень добрый сосед, с которым у нас, иншаллах, никогда не будет каких-то неприятельских отношений. Грузия это наш стратегический партнер, это наш стратегический партнер.